В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Ты видишь, Егор? Я тебе говорю, кепка моднейшая, чисто тихий люкс. Ой, да видела я, как ты эту кепку в твою покупал. Господа, с прискорбимся вообще о кончине вашего отца, вашего поставленного сотрудника подразделения PlayStation. Вы можете получить либо купон в KFC на два ролла по цене одного прямо сейчас, либо все финансы вашего отца, но только при правильном ответе на один вопрос. Что за приколы? Конечно, давай вопрос. Ну хорошо, вы сами решили, и так вопрос. На каком из этих шкиншотов PlayStation 5, а на каком PlayStation 5 Pro? Там же подписано. БОЛЯТЬ. А, простите, а насчет купона еще актуальное предложение? Номер один, номер два. Эмм... Так как я в Японии авторитетно поясняю за PlayStation, зацените Маник. Я бы сказал, что PlayStation 5 переживает не просто кризис, а настоящий кризис 2. Такого провала по репутации не видел даже мистер Бист, когда решил убрать точку в своем нике. Важнейший анонс целой новой игровой консоли, а технический директор, как городской сумасшедший, считает полигончики и текстурки. Ему только гладильной доски не хватало. Персонажи Конкорда каким-то образом пролез целый один гетеросексуал. Игроки не понимают, зачем им покупать PlayStation 5 Pro. Почему их эксклюзивы доступны на каком-то странном ящике с проводами? Что это? Кто присобачил экран к геймпаду на суперклей? Почему игры в Турции раньше стоили одну кюнефе, а теперь 800 закорючек? Меня реально... Попрягает, что я сижу без эксклюзивных игр. Я даже обращался с этой проблемой к мужику из сериала Триггер, новый сезон которого доступен на кинопоиске по подписке Яндекс Плюс. То есть можно сказать, что тебя это... Триггерит. Допустим. А знаешь, как еще называют курки на геймпаде? Триггеры. Спасибо. А давай больше не будем придумывать рифмы к слову триггер. Прошедший в конце сентября State of Play... ...принято считать ключевым событием, после которого Sony окончательно опозорилась в глазах геймеров и извиняться пришлось всей Японии. Ну что ж, знакомимся с так называемыми играми на так называемой игровой консоли. Ну начинаем сразу прям с тупого контента. А с работой уже зарекомендовал себя как главный конкурент Марио, только в Японии продано 12600 миллионов копий игры за первую неделю. Ммм, да... Причем, ну как бы, игра вроде действительно хорошая, только что-то покупать ее, походу, люди не спеша. Когда-то до Sony должно будет что-то дойти. Так, что? Приходится идти на последние меры и жестко сексуализировать астроботов, наряжая их в латексной купальнике. Уже... Причем выбрали самый дерьмовый! Который... Который... Самый первый! С пластиком вот этим. Но тут, кстати, его нету. Заказался такую докимакуру. Всем привет! Спасибо за вашу поддержку! Только благодаря ей мы многократно превзошли наши прогнозы и продали целых 7 копий астробота. Кто-то говорит, что астробот это лучший эксклюзив, кто-то, что астробот это последняя великая игра на PS5. Я же скромно считаю, что астробот это пророк и мессия, который пришел спасти нас всех. Так, это... Че за пластилиновая ворона под ЛСД? Нет, конечно, для первой игры полностью сделанной из ушной серы очень хорошо. Но будут ли на PlayStation игры, где главный герой это не бегущая картошка с ногами? Очередной сосалик с какими-то безмозглыми врагами. Ну а теперь в сеттинге Death Stranding. Поэтому пока бежишь до босса, можно успеть доставить пиццу и иногда начинают вонять боти. Да-да, кто-то уже шутил, что это... Death Stranding, но теперь Хиггс главный герой. А, ты... Я этого не видел нигде. А Настя такая, я уже видела, да? Ну, видать, у меня... Лента ВКонтакте выдает и на тот контент, на который я подписана. А у тебя какой-то другой. С голыми женщинами, да? Знаешь, самое обидное, что нет. Хорошо, хоть у меня голые мужчины есть. Или ты имела в виду, что в Death Stranding 2 будет главный герой Хиггс? Нет. А, про эту игру? Про эту игру была шутка. Поэтому пока бежишь до босса, можно успеть доставить пиццу и иногда начинают вонять ботинки. Вроде и прикольно, а вроде и на ассетах сделано. А, да, в США. Да, мы в курсе. Тот самый момент, когда нам Эдисона наступала, амарант. Так, погодите, а в какой концовке метро Артём превратился в летающую руку? Рыжуля из метро заблудилась в метро, и мы идём на её поиски. Можно взаимодействовать с предметами, и иногда на тебя выпрыгивают упыри. То есть всё как в настоящем метро. Рюкзачок открываем, пожалуйста. Опасно идти одному, возьми вот это. Хайп и разочарование — это две стороны одной медали. Сначала интригуют, а потом оказывается, что это Аркейдж. И как бы красиво мужички не стояли на месте и не лупили друг друга, микротранзакции всё испортят. Ну да, да. Ну вообще, я посмотрел такой... О, Аркейдж 2 выглядит неплохо. Хм, интересно. А также ещё смотрел недавно ролик... Блин, как она? Crimson Desert, которая не ММО, а которую они делают сюжетную. И смотрю такой, и вроде прикольно. Но вроде и до Драгон Догмы не дотягивает. Но что-то прикольное есть. Но что-то не то. Как-то вот такое, знаешь, просто неповреждений, ненормального импакта от того, что они друг друга бьют в игре. Начинаешь это замечать всё-таки, неприятно ощущается. Но выглядит лучше, чем Драгон Эйдж. Что в данном случае, конечно, ну не прям достижение. Но по сравнению с первым Аркейджем прогресс налицо. Покемоны с пушками наконец-то зарелизились на PS5. Но только не в Японии, чтобы не началась гражданская война. Остановись, гражданин! Эти же, кстати, кто там, Nintendo? Насчёт покемонов они ждали-ждали-ждали-ждали-ждали-ждали-ждали-ждали. И вот месяц назад или недели две назад в итоге всё-таки подали в суд на Fall World. Осмотр данного трейлера нарушает законы и авторское право. Ещё немного, и мы напустим на тебя, Рой Бедрил. Впечатляет, что разработчики пол... Бля, я помню насчёт этих Бедрил. Б, Б, Б первая буква. Но на всякий случай ослуждаешь всё равно. Я помню... Что? Что? Ну да. По сути же это пчелодрёли. Пчелодрель. Пчелодрель, да. Да, пчелодрель. Уолды остались верны себе и даже заработав кучу денег продолжают делать трейлеры на Source Filmmaker. Да, конечно, Ash'Ketchup стал бы мастером покемонов гораздо быстрее, если бы у него была волына и базука. О, наконец-то игры, от которых моя PlayStation 4 не будет летать по комнате. Ремастеры какой-то классики с апдейтед вижуалс. Да-да, это именно те игры, которые я хочу играть в PlayStation. Я ничего против не имею инди, но, блядь, чего вы заебали, какого хуя. Это не те игры, из которых должна состоять презентация. Да. Да, такие звуки сейчас создают только Морти и работники Сони. Монтаж на апдейт и Ubisoft. Для клёвых черепашек выйдет DLC с рептилиями и радикалами. Ну это ещё ладно. Ставить шутку про пейджер. Что? Насколько радикальны эти рептилии? Они что, катаются на скейтборде без шлема? Даже думать не хочу, сколько по этой чувихе будет. Мона Лиза? Почему она без трусов? А зачем? Черепахи-то тоже без трусов? Ну, титьки ей нарисовали зато. Ну, сосков нету, значит, всё нормально. Похотливая органианская дева. Чё, будем проходить черепашек, и ты будешь играть за похотливую органианскую деву? Да тут, чё, копьё надо начистить. Будет пользовательских туториалов. 34. Да, я был прав. Народная мудрость гласит, проживи достаточно долго, и любой кринж станет ностальгической классикой. Поставь на озвучку Киану Ривза и продавай кринж, как DLC. Шэдоу не покупает DLC. Шэдоу ждёт, когда выйдет полная версия игры и пиратит её целиком. Давайте не будем. Значит, в этом квесте мы ищем для своей гномихи мужика ростом минимум 190 сантиметров. И тут вылезает дракон. Выпустите меня, я не хочу быть в этой игре. Ну, я не знаю, нет, я смотрю на игру, по визуалу она симпатично выглядит. Типа, первый трейлер, ну, первый анонс, который они показывали, он, конечно, был такой фортнайтовский. Сама игра-то мне по внешке нравится. Но вот, чего они повесточного напихали туда? Такого вот именно просто, не просто, что кто-то там, какой-то там ориентации или ещё чего-то, и вот эти все, кто видят повестку, они такие увидели, и всё, во, повестка. Я, а действительно, повестки, которые пропихнута, вставлены, неуместно, ненужно и бесполезно. Я просто ставлю лайк за любые игры, где можно играть дворфейной. Я, как человек, который прошёл Форс Покен, ответственно заявляю, что боёвка в Форс Покене лучше. Чё молчишь, девчонка? Зачем я прошёл Форс Покен? Не могу ответить, я в туннеле связь плохая. Ну и нахрена мне на экране во время игры схема взаимоотношений всех релакантов в Тбилиси? Бе-е-е-е. Какой-то прям праздник в сиротском приюте. Все стараются, но всё равно грустно. Слушайте, ну это будет либо самая недооценённая игра в истории, либо огромная фиолетовая шляпа. И что-то как-то люди не спешат обфиолечиваться. Новое DLC для Алан Вейка, чтобы понять, какие фильмы недавно посмотрел Сэм Лейк. Ну тут явно вдохновлялся Чумовой Пятницей. Как только картинка становится дегенеративно размытой, значит показывают что-то для VR. Я разбил телевизор, чуваки. Ну а Хитман... Блях. Похоже стоящий. Настоящим гением стелса не хватало только возможности хватать людей клешнями и стрелять с двух рук. Только почему от первого лица это стало напоминать любительскую модификацию для Sims 4? Что, похоже? Или мне показалось, или выстрелы теперь можно блокировать сковородкой. А мне не показалось. Бескин, бескин. Ремастер абсолютно культового в нулевые годы Сол Ривера. Проделанная работа впечатляет. Ну да, выглядит, конечно, неплохо, но все же, опять же скажу. Какого, блядь, нахуй, хуя, ебаный сука, в рот? Этой игре требовался ремейк, а не ремастер. Почему ремастер игре уже, сука, 20 лет где-то? Денег жалко и творческая импотенция. Я тебе уже ответила на эти вопросы. Делали бы хотя бы ремастер тогда, чтобы с переносом полностью на новый движок. Но так-то выглядит все равно лучше, чем GTA Collection Remastered. В любом случае. И вот в это я хочу поиграть хотя бы. А там это индикатор говна. Тут, в принципе, ну, на самом деле, некоторые текстурки они нормально сделали. Вот почему-то статуя нормальная, а вот что за статуи, они поленились, походу, да? Это ПМГ. Играя с 2001 года, выглядит как добротный такой 2003-й. Ну да. Дрякула. Прости, Розель, но если я захочу посмотреть на гиперхудых мальчиков, я всегда могу бесплатно включить кейпоперов. Ну, Соня... Тут даже не поспоришь. Совсем спятилась, симулятор закладчика. Геймпад в стиле Фортнайта. Жалко, что не дисковод. Хотя, откуда аудитории Фортнайта знать, что такое диски? А помните, были такие игры в жанре, как их называли в игромании, убей тысячу китайцев? И я сейчас не про вот это, а про вот это. Да, Destiny Warrior, она такая. Бегаешь и одним командиром раскидываешь болванчиков. В PSP это была игра в жанре убей трёх китайцев. А на безрыбе этой презентации даже Dynasty Warrior выглядит шикарно. У всех же в средневековой фаланге был такой Стасян, который... Я не отдам там, блинки. Да, Стасян, ну ты дебил, конечно. Чем мощнее консоль, тем больше на экране китайцев. А значит, PlayStation 5 Pro... Да куда ты уже все? Новый Monster Hunter напоминает, как тебя в детстве батя брал с собой на рыбалку. Опа, 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 на меня гонят! Батяка! Удёжище! Да уверенней, держи, уверенней! Не утони только, как старший брат! Офигеть, заморо... Выключились, выпускают 28 февраля. Это, между прочим, двойной день Святого Валентина. Согласно сюжету, команда из котиков... Кстати, вроде... вроде как этот... А, а имя Текуда Сайдс. Ассасин Крид. Новый шедер. Ассасин Кринж? Ассасин Кринж, да, его вроде... О, спасибо. Спасибо за подписку на бусте, Дима Грома. Короче, на 14 февраля перенесли игру, вроде бы. Я так думаю... А чё на 14 февраля? Потому что там два персонажа? Чтобы... Чтобы можно было подарить своим возлюбленным эти фигурки из игры, чтобы возлюбленные смеялись. И дарили хорошее настроение! Кафе Женщин пытается найти самое редкое для 2025 года животное. Белого мужчину. Белого мужчину. Белого мужчину. Блядь. Я, конечно, инфантил, который до сих пор покупает Лего, но это даже для меня перебор. Как бы то, что в Хорайзене дубовые лицевые анимации и круглолицая героиня, похожая на Лего-человечка, ещё не означает, что про это нужно делать целую игру. И опять ремастер первого Хорайзена? Да шо ж такое? Они его пока доделают, у них второй устареет, они опять его начнут. Как остановить этот порочный круг? Я думал, только Valve до трёх считать не умеет. Похоже, только разработчики Сталлар Блейда понимали, куда вписались. Анонсировали коллаборацию двух величайших игр. Одна из них это глубокое философское произведение с утончённым дизайном главной героини и ненавязчивым фан-сервисом. А другая Нир Автомата. Шо вылетает? А мне вот нравится, я бы хотел себе жучиные панели. Я хочу! А тебе зачем? Жучиные хочу, чтоб было! Ты к своей жопке прилепишь? Да, мне всё жучиное нравится. Ты же знаешь, я ещё там жуча. Жалко волосы в жучины покрасить нельзя. Я бы с ним все век ходила. Я одела себе наподобие жучиного, но там вымывалось всё очень быстро. Такими панельками даже не задепрессуешь. Здорово, чепушилы! Вы, кажется, на анонсе PlayStation 5 Pro не поняли всего технологического величия. Объясняю ещё раз для тупых. Вот тут окошко, вот тут не окошко, вот тут тоже какая-то разница. Тут вообще фундаментально две разных игры. Я не сумасшедший. Ладно, вот вам ещё немножко графонистых игр. Чё такие тупые? Ноют и ноют. Всё написано. В смысле не Bloodborne? Да. На русском языком на экране, блин. Soap separated, sold separately. Хоть как-то оправдаться в глазах ёбаной общественности должен был помочь сиквел «Призрака Цусимы». Опять Япония, блин. Кажись, все уже в Японию съездили. Как средняя зарплата по стране, так 30 тысяч. А в Японии был, в Японии был. Каким образом? Я взял микрозайм и планирую воровать и бомжевать. Призрак туриста. Ну опять играть за женщину. Чёртов Sweet Baby Ink. Я читал архивные документы. Женщины изобрели только в 1920 году. Их не было в феодальной Японии. Жалко тебя, волчок. Это несправедливый бой. У меня две катаны. Спасибо за подписку на бусте. В игре можно... Жалко тебя, волчок. Это несправедливый бой. У меня две катаны. В игре можно будет передвигаться на такси класса комфорт плюс. А можно на экономе. Будут доступны все средневековые японские развлечения. Смотреть на северное сияние. Смотреть на фудзи. Смотреть на фудзи с другого ракурса. Заболеть оспой. Вот. Ну это, кстати, классно, да? Это не фудзи. Это йотей. Да, это как раз-таки та самая гора йотей. Я бы узнала фудзи. Я видела столько рисунков фудзи от одного художника. А я не узнал бы. Под разными именами. Я не узнал бы. Мне сказали просто, что это не фудзи. Тот, тот, это, с артами которого Хаори на Вайлдбире себе продают. Комат с клешней поставим. Прикольно. Прикольно. Нормально. Воу, воу, воу. В смысле прикольно. Ну да. Значит, здесь вам женщина прикольно. Ну да. А у нас, значит, и женщина есть, и историческая личность. Вам все не нравится. Ну да. Такая шлицемерия. Ну да. Тогда нахер тебя. Ну да. Нахер тебя. И тебя тоже нахер, лысый. Мне сказали луковица от раздущего. А че он ругался-то? Не знаю, я не говорю по-французски. Ай, бля, пиздец, конечно. Assassin's Creed. Я все эти презентации не смотрю. Стримить их бесполезно. С английского на русский я вам не переведу. Это значит, надо смотреть другого. А лапшу с ушей еще лень снимать. Еще и лапшу, которую ты не переводишь. Не, если бы много людей хотели и смотрели, может, мы бы, или я бы постримил и посмотрел. А так, нахер надо на это время тратить. Мне нужно будет слишком много бурбона. Думаю, да ладно там красивые мультики посмотреть. Там Генрих IV и дальше до самого конца династии. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании.